Новые данные по электронике 04. Получил уже некоторый звук и есть о чем рассказать. Методика поиска неисправностей в данном органе. Значит так, начинается все с задающего генератора. Вот здесь такая маленькая платка. Первым делом восстановить его. Ну, понятно, блок питания нужно плюс-минус 15 вольт, чтобы было. Потом запускаем генератор. Генератор должен выдавать, я уже не помню там какую частоту, но не важно. То есть он должен заработать. С целлографом посмотреть, что на 12 микросхем делителей высших октав, вот эти вот, должна приходить частота. По-моему, первую ножку она приходит. Так, после этого проверяем эти 12 генераторов тонов. На выходе каждого из них, то есть должна быть, ну, кратная частота. То есть понижающаяся здесь самая низкая, а тут самая высокая. Ну, вообще, до этого, вернее, можно снять все делители. Плата делителей представляет себя, ну, делителей манипуляторов по факту в два в одном. Вот такую вот штуку. То есть они все вынимаются, они все абсолютно одинаковые. Разница только в том, что на первом есть вот такое вот ответвление, которое уходит на еще одну маленькую платку. Там еще один манипулятор собран. Я еще не разбирался, что это такое, но, по-моему, это какая-то одна лишняя клавиша. То ли самая последняя, то ли еще что-то надо посмотреть. Любая из этих плат может стать вот этой первой платой. На каждой из них здесь есть отверстие под вот эти три провода, которые дальше на клемму идут. Так, порядок действий вот на этой плате. И симптомов, что искать. То есть все начинается с того, что на первую вот эту ногу заходит сигнал с уже делителя вот этого вот. Если он, то есть, работает, сигнал заходит на вот этот транзистор. И нужно смотреть на нем сигнал. То есть должен проходить сигнал. Если сигнал не пройдет, естественно, дальше вообще ничего не будет генерироваться. Симптом какой? Не звучит. Клавиша вообще... Ну, вот эта плата-делитель отвечает за первую клавишу в каждой из октав четырех. Вот это за вторую, это за третью, за четвертую и так далее. То есть от низкого к высокому. То есть если не звучит одна клавиша в каждой из октав, то совсем первым делом проверяем вот таким способом. Транзистор. Если транзистор не рабочий, заменяем, смотрим, что изменилось. Если транзистор рабочий, на выходе его есть клок, частота. Дальше эта частота проходит на вот этот вот делитель. ИЕ10. 561 и Е10. У делителя там шесть выходов. Четвертый, пятый, шестой. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. На них должна быть частота. Если какой-то из них отсутствует, значит нужно менять. Потому что не будет какого-то из регистров. Далее. То есть симптомы, понятно. То есть не звучит какой-то из регистров. Как устроены регистры здесь в синтезаторе? Бас, виолончель, альт. Это получается четвертый, восьмый и шестнадцатый, насколько я понял. Ну там плюс фильтры какой-то. Это ещё вот эти два, которые скрипка и оркестровые. Это ещё два каких-то. В общем, если какой-то из них отсутствует, либо не работает, то меняем вот эту микросхему. К-561, LN1. Она именно отвечает за часть регистров и ещё манипуляторы. Какой симптом, если она вообще не рабочая? То есть при нажатии на клавишу будет звучать один тон, либо такой вдали, отдалённый, такой низкий звук. То есть по порядку. Мы смотрим сейчас транзистор. На него заходит частота с делителя вот этого. Потом на вот этот делитель. С него там часть уходит на клавиатуру. И часть на вот этот вот LN1, там где генерируются остальные регистры. Получается, что у нас остаётся? Вот здесь есть ещё такие КТ-3 и ИЛА-7. Вот. И четыре конденсатора. Конденсаторы – это спад-атака. То есть если где-то нету спада или атаки у вас, то смотрите конденсаторы. И следующим симптомом. Вставляете плату, ну либо синтезатор сам, да, когда он включен, постоянно звучит одна или несколько нот. Это вот как раз вот эти КТ-3. Это КМОП ключи в управление. То есть если постоянно звучит какая-то клавиша, либо эта клавиша не срабатывает, то смотрите КТ-3. За что отвечает ЛА-7 ещё пока сказать не могу. Попозже, когда разберусь, скажу. По-моему она тоже за какие-то... Ладно, врать не буду. То есть вот первая такая простая методология. То есть смотрим последовательно. Потом диоды здесь есть 12 штук. Если опять же просачивается какой-то звук, то меняем диод. Проверить их. Они могут абсолютно правильно звониться, но при этом всём иметь ток утечки. Вот. Конкретно на этой плате, и у меня на большинстве плат, очень много проблем. То есть помимо выгоревших ключей, нерабочих счётчиков, не пропаев, то есть очень выбитых диодов, то есть целая уйма проблем. Сейчас потихонечку разбираюсь. И вот это вот себе как шпаргалку и вам как помощь, тем, кто будет восстанавливать этот синтезатор. То есть вот такая методология достаточно позволяет быстро менять, выявлять какие-то дефекты. То есть если плата целиком исправна, сейчас продемонстрирую. Вот у меня первая плата восстановлена. Что должно происходить? Когда эта плата целиком исправна, то есть вот сейчас в первом слоте она вставлена, значит на клавиатуре будет работать первая клавиша, первая, второй октавы, третьей и четвёртой. Важный момент, про который я не сказал. Клавиатура может быть в плохом состоянии, причём настолько, что контакт может не срабатывать. То есть плата абсолютно рабочая, а контакт не срабатывает. Это в случае, вот опять же, как у меня, почему у меня разобрана клавиатура? Потому что она окислена. Она уже почищена частично, но вот, например, на последней октаве я ещё не чистил. И видите, через раз. Или вообще может не сработать. Почему сейчас на последних двух октавах есть так называемый там спад, то есть задержки? Потому что левый мануал и правый мануал управляется раздельно. То есть какой из этого ещё есть симптом? Если у вас работают первые две октавы, звук слышен, а со вторых двух октав звука нет, то скорее всего проблема вот эта за правой мануал плата отвечает, вот та за левой, как раз за регулировки. То возможно проблема в цепях управления. Вот. То есть в идеальном случае, когда всё работает, это управление, оно раздельное. То есть если я сейчас спад убрал вот здесь, то звук стал коротким. Спад добавил. Звук стал долгим. То же самое относительно левого мануала. Сейчас звук короткий. А вот он длинный. То есть с атакой аналогично. Далее ещё хотел показать интересный этот момент. Вот эта вот штучка, которая называется Гавай. Что она делает? Она влияет на задающий генератор по факту. И там и с лалом, и с гавайи, они в общем высоту тона только, если с лалом на целую октаву. Вот таким образом. То Гавай. Вот таким образом. Тут две железячки, которые из-за ёмкости немножко частоту меняют у генератора. Таким образом вот это работает. Так, продолжение истории. 8 плат из 12 уже перебрал. И можно подбить некоторую статистику по этим делителям. Значит, конкретно в этом синтезаторе, не знаю, может быть, и в остальных данного типа моделях это, наверное, какая-то, скажем так, слабая точка данного синта, потому что я готовился к ремонту. Я уже знал, что будут проблемы с ключами. На многих форумах об этом написано. Говорили мне об этом. И в общем, то есть я закупился полным комплектом аналогов ключей, только современных, да, 4066. СД4066. Вот. И как ни странно, в этом синтезаторе та же самая проблема. То есть все ключи КТ-3, может, за исключением там изредка одного, там двух на плате, выгоревшие. То есть они залипшие, из-за чего постоянно звучит нота, либо вообще ничего не происходит, и так далее. Не знаю, что произошло с этим синтезатором, потому что питание как бы в норме. Ну, заменил я там, понятно, конденсатор, там по мелочи такое, но питание в норме. То есть плюс-минус 15, никаких там лишних вещей нет. Но в данном синте села на камере батарейка, пока заряжалась. Сделал я ещё одну плату-делитель и перебрал первую планку хоруса, который нужен для духовых, потому что духовые пока почему-то у меня не работают. Но судя по всему, что делители я восстановил целиком, значит проблема либо в фильтре, либо в хорусе. Но ещё не разбирался. Так, на чём там я остановился? А, особенность данного синтезатора, конкретно этого, не знаю, как других. То есть здесь, как и в других, повторилась беда с КТ-3. Вот. Но что здесь в основном умерло? На платье усилителя здесь умер на платье усилителя здесь умер 157 УД-2. Я его заменил, и он сейчас всё равно почему-то очень сильно греется. Надо разобраться, кстати, почему это происходит. Не должен он так греться. Вот. Что умерло на делителях? Понятно, что нужно заменить эти все конденсаторы. О, звук. Конденсаторы эти, они высохшие. Диоды были, в общем-то, пока что не было пробитых. Я на одной плате ради интереса заменил, но с диодами всё нормально. Так. В основном, все КТ-3, то есть я, и меня их уже даже не проверяя скопом, на всех платах. На 4066, потому что они получше, понадёжнее, полный аналог. Вот. Как ни странно, на всех платах вот эта вот, вот эта вот ЛА-7, она живая. На некоторых платах умер вот этот первый счётчик, который ИЕ-10. На некоторых он частично живой. То есть там, например, три частоты есть, а двух нет. И тоже на большинстве плат вылетевший ЛН-1. То есть, в принципе, блин, вся логика вылетевшая. На всех платах. То есть, то, что меня вначале удивило, что, мол, почему у меня ни один из делителей вообще не работает. Да потому что они все мёртвые. Но при этом всём делители мёртвые, а ГП-1, которые живые, вот это вообще мне удивительно, потому что ну, странно. Может, конечно, есть какая-то некоторая предисположенность данной логики, либо там отдельные линии питания, хотя они с одной материнки берутся, то есть вроде как нет. То есть, если был бы скачок типа напряжения по блоку питания, то выгорело бы всё. То есть, возможно, просто есть линейки микросхем более-менее склонны к погибанию, более-менее нет. Но в данном случае вот статистика такая. Выгоревшие все КТ-3, все живые ЛА-7, кое-где умерший делитель ИЕ-10 и в большинстве случаев умерший ЛН-1. Такая вот странная статистика. Клавиатуру нужно чистить, потому что короче, она тоже наглухо окисленная. Я сейчас платы когда восстанавливаю, то есть, я почистил себе четыре клавиши для второго слота и проверяю на вот этих клавишах, то есть, стопудово рабочие и плату перебрал, то есть, нужно, то есть, представьте, да, раз, два, три, четыре, ну, раз, два, три, четыре, то есть, минимум обычно четыре микросхемы на каждой плате выпаять, их 12 плат, то есть, 12 умножить на 4, это 48 микросхем, конденсаторы и так далее, это очень такой долгий процесс, то есть, я вас заменил, проверил, восстановил, вставил, проверил, что работают все четыре октавы и перекидываю плату в слот рабочий, как бы, но здесь из-за окисленной клавиатуры он не работает, то есть, я сейчас соберу полный комплект 12 плат на 4 октавы и потом буду чистить клавиатуру, а потом буду искать духовые, вот, как-то так, может, сейчас запишу ролик, как плата одна перепаивается, про то, как выявлять проблемы, я уже рассказывал, решил все-таки продемонстрировать на одной из плат процесс восстановления, то есть, вот плата, которую я еще не перебирал, то есть, здесь все родное, я не знаю, чего с ней, вставляем ее в слот второй, тишина, ничего не звучит, второй слот, это каждая вторая клавиша в каждой октаве, ничего не происходит, это первая у меня, это не то, это вот эта плата, она восстановлена, ничего, 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 это опять же первая клавиша, нет звука, то есть, если звука нет, смотрим первым делом, осциллографом, транзистор, я вам не буду показывать осциллограф, там частота в общем-то есть, все, транзистор работает, значит, следующее, смотрим делитель, тут есть как раз-таки рядышком три дорожки, вот, на первой уже ничего нет, на второй тоже ничего нет, на третий нет, и снизу еще три, тишина, тишина, ну, в принципе, дальше можно не проверять, то есть, сейчас известно точно, что здесь сдохший счетчик, меняем счетчик, и потом повторно дальше дефектуем, и已經 не проверяем, это просто не получается, это просто не проверяем, а швы, это просто не Guillermин, и тишина, и, и, что, и, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После замены счетчика, в принципе, можно сразу же менять ключи и конденсаторы. Я это сделаю, но сейчас давайте по порядку, так как, ну, в принципе, можно делать. То есть сейчас я заменил делитель и вставляем плату в свое гнездо, смотрим, что поменялось. Так, у нас тишина. Это говорит о двух вещах, либо об исправности, либо о неисправности делителей. Так, гудит первая клавиша, но не издает звуков. Так, это значит, что, в принципе, наверное, делитель заработал. Я это могу посмотреть у себя на циллографе. Так, есть. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Иди шестая, иди шестая. Да. Появилось шесть частот с первого счетчика. Все, и дальше проблемы с клавиатурой. То есть сейчас меняю ключи, конденсаторы, и если не появится нормальный звук, последний я буду менять LN1. То есть она, вероятность 50 на 50, либо она рабочая, либо она нерабочая. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Следующий этап перепаял ключи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, что DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Думаю, что DimaTorzok Это крайне жесткий результат Не знаю с чем связано Учитывая, что питание здесь нормальное Такие новости Продолжаем разбор полётов по электронике М-04 Дополнительная информация С самого начала я не мог понять Почему на входе Который кто-то пытался заменить на джек Вон там То есть приходит масса Ещё соединены два каких-то провода Причем, когда их разъединяешь, то звук сигнала становится громче То есть, приходит масса и два провода Посмотрев схему, там на выход приходят действительно три провода Один называется, ну, земля Один это, собственно, выход А третий называется, да, называется контр Ну, то есть, сейчас я понимаю, что это контроль, скорее всего Так вот, чем отличается выход от контроля То есть, я изначально подключился при проверке синтезатора к контролю Потому что на нем был некий сигнал После того, как я заменил 157D2 То есть, появился сигнал Сейчас уже разобравшись, в общем, понимаю, что это как В общем, на этот выход контроля выходит сигнал до обработки хорусом Вот, типа чистый звук, без усилка, без ничего То есть, такой линейный И там нет духовых Там только струнный орган А микросхема у меня грелась Потому что у нее работал только один операционник из двух Я ее выпаял из попавшейся под руку платы Потому что не было в наличии у меня этих микросхем Ну, вставил тогда, когда звук искал И у меня заработал звук на этом контрольном выходе Но грелась микросхема Я не понимал, что не так с ней, почему она греется Вот, а мне просто так повезло, что один операционник, получается, работал А второй был сгоревший И тот, который был сгоревший, либо там зависший, неважно Он, в общем-то, грелся А рабочий выдавал нормальный сигнал на вход контроль Вот, когда я стал искать уже потом струнные Орган работал, струнные не работали Разобрался, посмотрел осциллографом, что на входе и есть сигнал А на выходе пустота на этой микросхеме Заменил микросхему на заведомо работоспособную И она перестала греться И появился сигнал струнных у меня дальше Но на оригинальном выходе я так сигнала и не наблюдал В итоге оказалось, значит, что Духовые, получается, идут на выход Через один усилитель Через микросхему, вот здесь вторую Струнный орган через первую микросхему, вот здесь идут Только какая особенность, если духовые идут в обход хоруса То есть сразу же на выход То есть как только я восстановил вот эту микросхему У меня, наконец-то, на нормальном проводе, который называется выход Появился, наконец-то, звук Естественно, без органа и без всего остального А почему так? Потому что орган, тракт органа, который я слышал на контрольном проводе Он на выход поступает через хорус А хорус управляется, то есть хорус включается либо выключается То есть получается, как бы струнный орган, там идет переключение Просто включается, выключается хорус Но сигнал всегда проходит через тракт хоруса И пока не вставишь хотя бы одну плату задержки На выходе не будет ничего, кроме духовых Вот такая вот замороченная схема Хорошо ли, плохо ли это, я не знаю То есть, ну, обычно там хорус шумит Из-за этого, то есть на контрольном выходе получается сигнал без хоруса Он чистый То есть когда хорус сейчас я поставлю, потом послушаю, насколько он шумит Вот, то есть нашлись все сигналы Разобрался, что было не так С делителями тоже поборолся То есть вот этот человек, который до меня делал Вот так соединил провода непонятно То есть он взял и контрольный соединил с выходом То есть это абсолютно неправильно, потому что если так делать То не работают регуляторы громкости и тона вот здесь Потому что чистый сигнал валит вообще без всяких обработок А, естественно, тут работает регулятор и все так далее Еще интересный момент Получается, педаль, которая предусмотрена здесь была Она работала только на духовые Сейчас я ее соединил перемычкой, чтобы она всегда работала Тоже странный момент Ну, почему бы не сделать на весь тракт Сделали только на духовые, насколько я понял Может, я, конечно, сейчас ошибаюсь Еще посмотрю схему Может, там как-то опять подмешивается где-то сигнал Это через хорс, который идет Но, значит, вот такая вот особенность То есть не всегда микросхемы А, и при этом все, у меня еще было две микросхемы Которые вообще были запакованы Когда я еще делители делал, там и Е10, и ЛН1 В паял ничего не изменилось То есть все равно не работает Хотя вроде как элемент новый В итоге оказалось, что элемент, который еще не паян, и он битый Ну, ввиду того, что микросхемам достаточно большое количество лет В принципе, это простительно Но неудобно, потому что никогда не бываешь твердо уверен Что ты впаиваешь заведомо работоспособную микросхему То есть можно ее, конечно, вручную проверять Знаю, что есть некоторые программаторы Которые умеют тестировать логику Такую микросхемы Но у меня такого пока что нет Вот То есть, в принципе, мне осталось только Доделать две линии задержки Проверить, что все работает И Все нашлось То есть делители работают Струнные нашел Духовые нашел Хорус заработал Выход заработал Осталось только собрать